здравствуйте друзья но это ролик скорее не не традиционной с точки зрения привычных вам это звонок нашего клиента точнее три звонка в объединенных в одно в один ролик и вы поймете чем закончилась но грубо говоря я вам так расскажу значит вчера она мне позвонила с определенными вопросами и сегодня уже получила скажем так результата ожидаемый одним словом такой знаете нокаут банку хочу просто сейчас обратиться к моим недоброжелателям людям которые верят голословным заявлениям утверждают что одни такие вот есть у нас специалисты которые живут по старым форматом считают что досудебная работа не нужно что компания олям ерундой занимается отправляем письма в банк ведя тот самый цивилизованный конфликт я свою очередь заявлял заявляю и буду заявлять что досудебка крайне необходимо и не только с м фошками с онлайн займами с ними она вообще ключевую роль играет то есть м фо и онлайн займы вообще отваливаются еще надо судебки а вот явный пример пожалуйста уже не первый далеко не первый как надо судебки отвалился банк и самое главное самое интересное он об этом документально заявил вручив в руки нашему клиенту скажем так расписку ту самую капитуляцию и так послушайте пожалуйста а вот дмитрий да сейчас вам удобно говорить себя клиент вашим вот мы уже с вами добра месяца работаем и у меня . ходить не хочет вообще такой вопрос а что же было сделано за предыдущие месяца потому что только в месяцах вы обслуживаетесь декабря 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 в общем долго уже но и сейчас только мне девочки ваши юристы прислали значит о истребовании договора через суд уже да вот и причем приложили значит то что мы его запрашивали буквально запрашивали 21 значит банк письмо на то же время прошло но в банку уже получено я просто уже сама жду время когда банк ну может быть ответить хотя бы там парни вопрос в чем у вас сколько кредитных эпизодов отдельно на кредит ну дело в том что первые полгода всегда это вот если вы перед тем как стать под юридическую защиту да смотрели видео я смотрел ваше видео да четко рассказывает что первые шесть месяцев идет так скажем досудебный цивилизованный конфликт где мы провоцируем банк на то чтобы он сам подал суд потому что нам выгоднее вытащить банк в суд то есть идет досудебная переписка запрос документов отзыв согласия на обработку персональных данных ожидание ответа а потом ожидание иска от банка здесь понимаете неправильно думать что вот эта работа это но какое-то беспрерывная там чуть ли не но тут друзья связь прервалась клиент что-то со связью было и она чуть чуть попозже перезвонила буквально через пять минут мы продолжили разговор эти слушать дальше да это я чтобы другого телефона то есть прошла определенная досудебная работа она без нее никаким образом нельзя в принципе было в суд идти то то есть неправильно думать что ситуация это я понимаю таковым вопросом, если вы спрашиваете что мы делали, но работали настолько насколько это необходимо Вы снимаете допустим вот запрос договора мне просто присылают вот девочки вместе с сыском что якобы мы запросили договор у банка вот только-только в июне я говорю, ну вы же вроде как присылали и до этого и присылают вот буквально вот прошло несколько там дня три-четыре нехи в суд вот, я говорю, да рано нести, во-первых, сейчас письмо банком не получено во-вторых, все равно им надо дать время на какой-то ответ дело в том, что, послушайте, пожалуйста, конечно, в принципе вы здесь правы в какой-то степени с точки зрения человека, который ситуацию оценивает так, как ему выгодно а есть нейтральная ситуация, ситуация юристов, когда мы, ну как те самые доктора, знаете эмоции не проявляем, а делаем свою работу так вот, помимо того, что мы запрашивали документы мы еще в банк, ну несколько писем отправляли и как мы с вами понимаем, банк не удосужился ответить тем более мы должны... ну естественно да, банк какой, скажите, пожалуйста Бинбанк вот, ну знаете, 50 на 50 все зависит от того, в каком регионе вы обслуживаетесь Бинбанк такой, я не скажу, что он сильно наглый, да, и беспардонный ну так, 50 на 50, это не хом-кредит, а вот, этот может хоть отписку дать мы понимаем, что такое время, да, продолжительно, полгода мы протянули от банка мы ничего не дождались, ни иска, ничего и смысл нам еще месяц-два сидеть ждать, пока банк ответит если с 90 процентов вероятности, не будет никакого ответа это раз, во-вторых, отправив иск, слушание будет назначено, как раз, где-то через месяц-другой вот, заложная понимаешь? просто я пришла, ладно, я пришла вот с этим письмом, что значит, мы только отправили я спрашиваю, почему только сейчас вы спросили договор в банк, что мои девочки говорят, ну, запросили не раньше я говорю, ну, хорошо, давайте тогда приложим квитанцию, которая была раньше документы, понимаете, эти квитанции на самом деле прикладывать и не обязательно а в случае... а у меня практически меня завернули, сказали, ну, вы лучше приложите, потому что я без рассмотрения ну, потому что приложение, написано, что приложение, квитанция, да, запросим ну, развернули, знаете, вы в канцелярию пришли в суд к себе, да, туда? да ну, они могут, да, развернуть, потому что в приложении написано, что, типа, прикладывая мне приложить вот эти вот квитанции в общем-то, как бы это не фокус прислать квитанции из запроса документов, да, чтобы их приложили а отвечая на ваш вопрос, почему так рано, почему мы не дождались, да потому что и не дождемся и смысл резину тянуть это понятно, что мы не дождемся, это я у них запрошу до того, как с вами начала работать стало 30 дней, стало 60 дней, когда они продлили естественно, у них нет ответа, никакого ну, а зачем, да, зачем, понимаете, нам сейчас... ну, не сюда-то все-таки надо, вот эти сроки, а по-моему скажут, а что вы не успели запросить уже к нам бежите ну, нет, они так не скажут, там будет два варианта, либо они обяжут банку удовлетворить ваши требования, да, либо, соответственно, откажут, там, и мы будем писать апелляции, частные жалобы ну, не секрет, да, что банки лоббированы очень сильно всеми, вот этими, простите, банки суды лоббированы, да поэтому, тут спорный момент, что как судья среагирует, и потом придется нам жалобы, апелляции тут такое дело, что сложно прогнозировать, удовлетворит ли судья требования о закрытии расторжения договора может так быть, а может и не быть и сумма зафиксирована, в принципе, мы можем вообще не дождаться больше никаких ответных действий от банка нет, наша задача, понимаете, вот в этом отношении, понимаете, когда они, если у нас не выходит расторжение договора то здесь второй вариант, это вот довести до исполнительного производства а где гарантия, что у нас не будет а вам никто не даст гарантию, вы думаете, что, обратившись к юристам, вы в итоге получите бумажку, где написано мы банк такой-то, такой-то, действительно проиграли все заседания в суде и отказываемся от претензий такой бумажки никогда не получите банки не пойдут никогда на это вот и все мне там главное закрыть кредитный договор, чтобы я была спокойна как ваше имя и отчество, скажите, пожалуйста Галина Галина дело в том, что, ну как вам более или менее корректно-то это преподнести еще раз, начну с того, что суды очень сильно лоббированы очень сильно банковская структура лоббирована и наше поколение, скорее всего, не дождется справедливых решений вот, и нам нужно в формальном, скажем, ключе выйти на то, что мы никому ничего не платим то есть человек должен только в том случае, если есть претензия претензия от кредитора отказ от претензий и подразумевает, в принципе, отсутствие этой претензии формально у вас договор этот будет, вы, грубо говоря, если банк воспринимать как одушевленную субстанцию, то об этом долге будете знать вы и банк и все но в нашем с вами случае банк это уж, конечно же, бездушная машина и об этом долге знать будете только вы ну, практика как бы идет в положительном направлении, да некоторые банки сами в исковых заявлениях просят расторгнуть договор кто-то когда, ну, в каких-то случаях, естественно, тоже с положительной динамикой судья встает на сторону физического лица клиента, да, нашего либо любого другого юриста но гарантировать, что вот в вашем случае как вы говорите, самое главное я не могу понять, почему для вас это самое главное они не будут с вас ничего взыскивать поймите это вероятность 99% и только вы об этом знаете и боитесь этого ну вот, такой набросок был это было накануне а сегодня звонок опять от этого человека ну и вот давайте послушаем, что она мне сообщила так, внимание да алло, извините, Евгений, что ты опять давим чтобы успокоить мы вчера сами разговаривали по поводу того, что вот мне знаете, какой момент мне сегодня пришла утром смс-ка из банка что какое-то обращение рассмотрим и придите получить ответ я пришла а я ваших юристов спросила надо и они с которыми хотите ходить в ответе написано, что мы прекращаем с вами взаимодействие по взысканию с вас практически не задолженностью ну, вынужден вас поздравить с радостью вот, то есть, как бы хорошая новость то есть, да, я правильно поняла что все у меня теперь шоколад практически, да? ну, я не готов комментировать они вам сообщили о том что они к вам претензий не имеют вот помните, я вам говорил что тенденция увеличивается да, на этот момент вы, если, помню, с вами он разговаривал вы надеялись договор расторгнуть ну, вот эта бумажка, в принципе, подразумевает расторжение договора в суде эта бумага если она заверена печатью банка будет, в принципе, означать что они к вам претензий не имеют если вдруг какие-то манипуляции если они захотят передать кому-то дело третья организация и третья организация захочет официальные претензии вам предъявить прежде они должны в суде вам доказать что они имеют право претензии то есть смена кредитов ну, коллекторы меня доставали доставали, но у меня на них иммунитет потому что у меня многие другие отборали, кредит я вам объясню, что существует как говорится, у банка осталось скажем так, право приоритетное передать право взыскания но одно дело передать его ну, грубо скажем там разместив вашу кандидатуру на бирже должников совершенно другое дело найти идиота, который купит ваш долг но если такой идиот появится что нужно оставить вариант ну, скажем так в таком вот формате стечения обстоятельств то ему еще и придется в суде доказывать что он имеет право с вас взыскивать что мало того, что ему делегировали то правоприемствование должно еще доказано быть в суде для этого у него должен быть полный набор документов которые ему взять негде банк ему наверняка их не предоставит а если что-то предоставит то эти аргументы бумажные ну, скажем так, будут маловесомыми потому что выписка если грамотно с этим идти в дело не является доказательством того что вы что-то там платили то есть единственный элементарный аргумент в суде, который предъявляется совершенно спокойно что выписку можно подделать и я не брала ничего у этого персонажа вот таким вот образом это в двух словах если сложно, то это уже комплекс мероприятий я не думаю, что вам должно быть это интересно да нет, это я в принципе понимаю единственный у меня теперь вопрос вот смотрите теперь мне с вами дальше-то надо делать работу или смысла уже в этом нет? отнесите эту бумажку судебному приставу для начала а там видно будет как судебный пристав себя будет вести если на этапе исполнительного производства нам с вами понадобится взаимодействовать то поверьте, я вам уже все сказал и если честно, да чтобы вы, ну, скажем, понимали что вы не к проходимцам обратились и не жалели о тех деньгах которые вы уже нам заплатили я вам скажу, что вероятнее всего на этом юридическая защита закончена да но в среднем мы, конечно, год уже считаем я так думаю, что они от ваших писем может быть где-то вот они действительно это не может быть это срабатывает как бы там критика какая бы ни звучала досудебка работает работает досудебка и если грамотно вести переписку то в банках тоже юристы работают может быть год назад это не проходило но, поверьте, не только в вашем случае ситуация все больше и больше скажем так, вот в таком формате разворачивается досудебка работает и они в досудебном формате отказываются от претензий даже вот как вы успели убедиться официально с чем я вас и поздравляю, Галина то есть мы всем шампунем можно напиться с радостью да что вы сказали шампунем напиться? шампанского, да шампунем не надо шампанского, пожалуйста ну выпейте за нашу компанию я вам буду благодарен очень сильно если вы видеоотзыв какой-нибудь запишите и пришлете мне на почту 946-78-36 собаколист.ру ну или на ту почту с которой вы переписывали ну переписываешься если вам не, я не настаиваю но если у вас будет такое желание то пожалуйста запишите видеоотзыв сразу предупреждаю мы его в общий доступ выложим поэтому я понимаю да ладно хорошо я обязательно стараюсь не настаиваю это право очень скажу сразу редко кто пишет отзывы боятся за себя просто стесняются а если хотите напишите запишите видео если комплексуете то в любом случае спасибо вам что доверились и счастья вам и удачи в этой жизни рекомендуйте нас это самая лучшая благодарность до свидания удачи вам Галина вот такая история протяженностью в 7 месяцев с момента обращения и до вот этого результата прошло 7 месяцев ну вообще у нас договор заключается на 12 месяцев но если человек получил результат раньше конечно же как она задает вопрос надо ли нам с вами сотрудничать зачем не нужно это понятное дело мы не будем выдумывать не будем с вас брать никаких денег хочется подчеркнуть что далеко не всегда так быстро получается утихомирить банк и клиент в какой-то степени уникальный всего лишь один кредитный эпизод такое редко бывает обычно к нам заходят 5-6 есть рекорд 38 кредитных эпизодов но я имею ввиду включая микрофинансовый там и онлайн организации есть и такие клиенты естественно с такими и за 12 месяцев с такими клиентами не всегда получается выйти на какой-либо результат но я подчеркну у нас фиксированный срок обслуживания 12 месяцев если по каким-то причинам мы не успеваем довести дело до конца а то мы дальше обслуживаем клиента совершенно бесплатно вот и доводим до результата результаты разные бывают хотите познакомиться с нами поближе то есть узнать как мы работаем что мы для вас делаем пожалуйста посмотрите видео на нашем сайте ссылочка на сайт в описании этого либо любого другого ролика также для вашего удобства в правом верхнем углу трансляции выходит кликабельная подсказочка вот она пройдите по ней и попадете на наш сайт на сайте выложено видео еще раз повторю как устроена работа кредитных юристов компании Алиам посмотрите и очень-очень многие ваши вопросы получат ответы после чего если вам нужна юридическая защита высококлассных специалистов компании Алиам пожалуйста оставьте заявочку на сайте в форме на сайте и ждите звоночка в рабочее время по московскому времени вам перезвонят с телефона который указан в правом верхнем углу на сайте забейте эти циферки себе в записную книжку в ваших телефонных аппаратах и не пропустите звонка специалистам что еще хотелось бы сказать очень много вопросов задается у нас на канале в личке просто люди звонят спрашивают и мы естественно отвечаем на вопросы по возможности а на особо острые вопросы часто задаваемые мы я вот лично выпускаю видеоролики с ответами из них уже сформировался целый плейлист там и опровержение на критику кому любопытно и ответы на вопросы и просто определенные комментарии к каким-то законам пожалуйста посмотрите целый плейлист еще раз повторю очень полезно конкретно развернуты ответы подсказочка кликабельная на этот плейлист выходит в правом верхнем углу видеотрансляции посмотрите пожалуйста правый верхний угол вот этот плейлист обращение Кузнецова Дмитрия ну что друзья еще раз хочется подчеркнуть для новых посетителей канала пожалуйста подписывайтесь посмотрите очень много интересных роликов на нашем канале существует и конечно же если вам нужна юридическая помощь если вы попали в трудную финансовую ситуацию которую для вас создали вот эти наши якобы добрые помощники микрофинансовой организации онлайн займы банки со своими кредитами очень щедрыми ну и конечно же коллекторы вас одолели пожалуйста прежде чем делать выводы о том что жизнь прошла бесполезно посмотрите видео на нашем сайте я гарантирую что ваше отношение к жизни не изменится во всяком случае зерно сомнения мы засели посеем у вас в душе и если вы примете верное решение то это зерно вырастет хорошее зеленое дерево и естественно что будет вам гарантировать финансовую свободу и так посмотрите видео на сайте еще раз для вашего удобства в правом верхнем углу видеотрансляции выходит кликабельная подсказочка вот она если вам нужна защита юридическая то естественно оставляйте заявку в форме на сайте как я уже говорил раньше подписывайтесь на наш канал ставьте лайки если ролик понравился я благодарю всех клиентов кто к нам обратился за доверие поздравляю всех тех кто уже получил результаты заочно поздравляю всех других кто с нами и обязательно получит результат это само собой и без вариантов потому что мы эксплуатируем строго законные методы сообщу вам что у нас есть группа вконтакте и там все ролики с youtube канала дублируются пожалуйста подписывайтесь на нашу группу ссылочка на группу в описании ролика конечно же там можно писать комментарии и так далее очень много полезной информации помимо видеороликов этой группе есть я на этом с вами прощаюсь желаю вам всего хорошего благополучия вам и вашим близким здоровья ну и финансовой грамотности всего вам хорошего до свидания